МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам. Марина Джалая узнала, кого коснется нововведения и как этот механизм будет действовать на практике. По правилам и без. О безопасности пешеходов, ответственности водителей и строгости закона. Интервью программе начальника областной ГАИ Андрея Гаркуши. Искусство, которое близко каждому. Завтра день белорусского кино. Наши корреспонденты посетили несколько кинотеатров области. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Незанятые в экономике собственники жилья в следующем году будут оплачивать ряд коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам. Сейчас все платят по субсидируемым. Другими словами, с большой скидкой от государства. Новый механизм имеет ряд особенностей. В них разбиралась наш корреспондент Марина Джалая. Для этого она побывала в различных службах. Пообщалась со специалистами комитета по труду, занятости и социальной защите обл. полкома. Съездила в комиссию по координации работы по содействию занятости населения. А также записала интервью с руководством расчетно-справочного центра Гомеля. Безработные собственники жилья со следующего года не смогут платить за некоторые коммунальные услуги по субсидируемым тарифам. Если же они не хозяева квартиры, либо дома, тарифы для них повышаться не будут. Но здесь есть важное уточнение. В случае, если не занятый в экономике человек проживает вместе с безработным собственником жилья, то по стопроцентной стоимости будут платить оба. С января будущего года по экономически обоснованным тарифам придется оплачивать подогрев воды с октября, отопление и газ. С 1 января 2019 года, обращаю ваше внимание на то, что не все услуги будут оплачиваться гражданами, не занятыми в экономике, по 100% экономически обоснованным тарифам. Речь идет только о подогреве воды. То есть, предположим, если живет семья в двухкомнатной квартире, собственником является папа, муж, не занятые в экономике, семья потребила за месяц, предположим, 5 кубов горячей воды, то оплачивать будет по экономически обоснованным тарифам в отношении себя только папа, не занятый в экономике, повторяю, являющийся собственником. Разница, я вам хочу сказать, будет существенная. Тариф увеличен в 4,5 раза. А что касается отопления, то тарифы для людей, которые не заняты в экономике, также возрастет в 4,5 раза, да? Да, вы абсолютно правы, но это их коснется только с 1 октября 2019 года. С 1 января речь идет только о подогреве воды. С 1 октября 2019 года тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат, будут применены гражданам, не занятым в экономике, трудоспособного возраста, на отопление и на газ. Пока же специалисты различных служб работают над базами данных таких граждан, уточняют списки, исключают из них людей, которые предоставили документальное подтверждение трудоустройства или другие сведения о своей занятости. Во всех районах города, во всех администрациях работают комиссии по обработке списков, по составлению списков граждан трудоспособного возраста, не занятых в экономике. Это делается для того, чтобы никто, тот, кто не должен туда попасть, не попал. Комиссия ведет кропотливую работу, очень тщательно выверяются все эти списки. Списки должны быть сформированы к 1 февраля 2019 года. Это связано с тем, что с 1 января, то есть январские квитанции мы будем печатать в феврале, начислять плату за жилищно-коммунальные услуги, то январские квитанции уже должны включать в себя граждан, не занятых в экономике, с учетом тарифов, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат. Например, в постоянной действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения Гомельского района с начала декабря обратилось около 80 человек. Большая часть с просьбой о помощи найти работу. С такой же целью люди приходят к специалистам постоянной действующей комиссии, когда они сами выезжают в сельсоветы. Их на территории района более двух десятков. Объехать необходимо каждый. Чтобы помочь сельчанам как можно быстрее трудоустроиться, специалисты на такие встречи приглашают представителей предприятий. Когда человек обращается, мы тут же предлагаем представителю организации трудоустраиваться. И сейчас можно с уверенностью сказать, что процентов 20 обратившихся к нам мы трудоустраиваем сразу. Часть людей, естественно, у нас просто обращается за какой-то консультацией. Мы им это объясняем, разъясняем. Поэтому, в принципе, люди находят взаимопонимание вот здесь и с удовольствием приходят к нам на заседание. Напомним, проверить, не включили ли человека в базу данных, не занятого в экономике населения, можно на едином портале электронных услуг. Сначала нужно получить ключ электронной цифровой подписи или логин и пароль в службе «Одно окно» по месту жительства. Информацию можно также получить в постоянной действующей комиссии по содействию занятости населения по месту регистрации. Туда можно позвонить, направить письменное обращение, в том числе на адрес электронной почты. Таким способом, в частности, могут воспользоваться и граждане, проживающие за рубежом. Обновляться база незанятых в экономике будет раз в квартал. Позже, возможно, и чаще. Люди, которые сегодня нуждаются в этом, или незанятые сами знают, либо не знают, сомневаются, они могут обратиться, в первую очередь, это в комиссии территориальные, которые созданы в 25 районах нашей области и функционируют на сегодняшний день. Обратиться туда, конечно, предоставив документ соответствующий, что он является таковым и проживает на этой территории. И уточнить, включен в эту базу он или не включен. Постановлением Совета Министров расширен перечень категорий граждан, которых не будут включать в базу данных, не занятых в экономике. В него, в частности, включили собственников имущества коммерческих организаций, за исключением акционерных обществ. Жен им уже молодых специалистов, которые приступили к работе по распределению или направлению в местности, где в это время трудно найти работу. Граждан, которые находятся под диспансерным наблюдением из-за хронических или затяжных психических расстройств, за исключением тех, кто страдает синдромом зависимости от алкоголя, наркотиков или токсических веществ. Родители, если ребенку исполнилось 7 лет в полугодии, за которое формируется база данных. Подробная информация размещена на национальном правовом портале. Информирование граждан, которым предстоит оплачивать услуги ЖГХ по экономически обоснованным тарифам, будет осуществляться через извещение. Марина Джалая, Павел Антонов, Андрей Иванов, Валерий Гопанько. Новости недели. Услышать каждого и помочь. Во время субботней прямой линии звонки от жителей региона принимала глава областного совета депутатов Екатерина Зинкевич. Подробнее об этом, а также других событиях недели в обзоре от службы информации. В Гомельской области продолжается практика проведения субботних прямых телефонных линий с руководителями исполнительных и распорядительных органов власти. В эту субботу на звонки жителей региона отвечала председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич. В течение трех часов поступило 17 обращений. Так, жители Еремина Гомельского района пожаловались на недостаточное благоустройство их деревни. Среди других озвученных проблем – нарушение правил перевозки пассажиров маршрутными такси и невыплата зарплаты в акционерном обществе «Гомельоблстрой». Последний вопрос сегодня находится на контроле руководства области. Имущество предприятия реализуется через аукционы. Из полученных таким образом средств будут рассчитываться с работниками. На этой неделе в Мозре открыли новое здание районного суда. Помещение, в котором до этого располагался суд, находилось в предаварийном состоянии и не соответствовало требованиям. В 2016 году на баланс областного суда передали неэксплуатируемое здание, которое ранее использовалось для образовательных функций. К его реконструкции под суд приступили в феврале прошлого года. На эти цели было потрачено около 6,5 миллионов белорусских рублей. Строительство продолжалось 10 месяцев. Это рекордные сроки. Работы завершили на три месяца раньше запланированного. В новом здании 8 залов судебных заседаний. Помещения оборудованы системами аудио и видеофиксации. Собственный контент, новые интересные и актуальные проекты – белорусские сериалы. На этой неделе председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт встретился со студентами и преподавателями Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины и поделился планами развития белорусского телевидения в планах увеличивать долю белорусских передач. Это касается не только информационных, аналитических, развлекательных и спортивных проектов. Нужно снимать и свои сериалы. Кроме того, в этом году завершена масштабная модернизация. Подчиненные БТРК-каналы переходят на вещание в формате HD. В Гомеле на этой неделе первой в стране зажглась главная новогодняя елка. Новинка этого года – освещение. Вместо обычных лампочек – пиксельная сетка, которая управляется с помощью компьютерной программы. В структуре световые элементы. Каждый из них сияет с определенной частотой. Вместе они образуют экран, на который транслируются изображения. Также на главной площади Гомеля появились новые светящиеся фигуры и конструкции. Пешеходный переход по-прежнему пока сложно назвать самым безопасным местом на дороге. Статистика говорит сама за себя. Именно на пешеходных переходах в регионе происходит каждая третья ДТП. В основном по вине водителей. Но и пешеходы далеко не всегда ведут себя дисциплинированно. Так что же может стать действительно веским аргументом ездить и ходить по правилам? Об этом и не только. Мы поговорили с начальником госавтоинспекции региона. Кстати, Андрей Горкуша возглавил ведомство чуть меньше месяца назад. До этого в качестве заместителя начальника управления ГАИ курировал профилактику и работу подразделений ДПС. Андрей Николаевич, поздравляю вас со вступлением в должность для госавтоинспекции. Вы человек не новый. И все-таки, какие задачи сегодня ставите перед собой лично и перед своей командой? Большое спасибо за поздравление. Ну, в первую очередь, хотелось бы тут отметить, что перед мной стоит одна задача. Это в целом задача стоит не только передо мной, а в целом и перед всей госавтоинспекцией. Это профилактика совершения дорожно-транспортных происшествий. А именно сокращение количества дорожных происшествий, погибших и раненых в них людей. Это основное и главное. Речь все-таки больше о профилактике или, может быть, об ужесточении наказания или еще каких-то механизмах? Про ужесточение наказания мы здесь речь не ведем. И зачастую ужесточение не влияет на уровень безопасности на дороге. Здесь, конечно же, общее понимание участников дорожного движения. А для этого работает профилактика. Кстати говоря, вы достаточно много работали в качестве заместителя начальника ГАИ и занимались той самой профилактикой, курировали это направление. Вот как раз о ней хотел спросить. Статистика по-прежнему, к сожалению, переполнена травматизмом пешеходов. Это связано с нашей невнимательностью всеобщей или еще чем-то? Пешеходный травматизм, стоит отметить, что является одной из основной причин совершения дорожно-транспортных происшествий. Но стоит отметить, что ежегодно количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с участием пешеходов, сокращается. Это не только плодотворная работа сотрудников органов внутренних дел. Это и общее понимание проблемы всеми гражданами. Для этого и работает профилактика. Работает с людьми, как на линии, то есть на дороге, так и в трудовых коллективах, в организациях, предприятиях и так далее. А может быть проблема элементарно в споре, к которому десятилетия, может быть и века? Кто главный на дороге, водитель или пешеход? В этом проблема тоже есть. К сожалению, на дороге мы зачастую констатируем те факты, что нет взаимопонимания пешехода и водителя. Зачастую эти проблемы, конечно же, мы видим на пешеходных переходах. Зачастую пешеходный переход переходит гражданин, не обращает внимания на проходящий транспорт. Ну и водители, приближаясь к пешеходному переходу, не вполне оценивают дорожно-транспортную обстановку. Как можно стимулировать то самое взаимоуважение? Это все-таки яркие показательные примеры в тему, которых должно быть больше? Насколько действенны они? Или это должно как-то появиться со временем у каждого? Ну, конечно, это общая наша работа. Средства массовой информации, того же сотрудника, который общается с гражданами. Общим пониманием мы придем к каким-то общим целям. И еще об актуальном. С 1 декабря госавтоинспекция начала штрафовать за отсутствие зимней резины на автомобилях. Как считаете, насколько этот рычаг помогает влиять на ситуацию? Я бы еще раз хотел отметить, что дело не в административной ответственности. Действительно, сами водители начинают задумываться о качестве автомобильных покрышек. Действительно, большая разница существует в летней резине и, соответственно, в зимней. Учитывая свою специфику, я зачастую выезжаю на дорожно-транспортные происшествия и действительно констатирую тот факт, что на летней резине зимой водители просто-напросто теряют полностью управление и контроль над автомобилем. Слава Богу. Да, это дополнительные финансовые траты для отдельно взятой семьи, но это дополнительная безопасность? Это гарантия. Конечно, это гарантия безопасности не только своей, но и других участников дорожного движения. Андрей Николаевич, подводя итог нашего разговора, что все-таки видите главным аргументом, самым действенным фактором, который мог бы повлиять на ум каждого, кто нас смотрит, и вообще каждого пешехода и водителя действовать по правилам? Безусловно, не нужно быть безучастным. Нужно понимать, что это наш город, это наша земля, это наш дом. Поэтому, конечно же, каждому из нас не стоит проходить мимо нетрезвого пешехода, не стоит проходить мимо водителя, который с признаками алкогольного пьянения пытается сесть за руль. Конечно же, необходимо сообщать об этом, звонить в милицию, соответственно, для немедленного реагирования. Возможно, своими действиями любой из граждан при таких обстоятельствах спасет жизнь. И, конечно, самоконтроль, куда без этого, себе не позволять лишнего. Абсолютно верно. Андрей Николаевич, благодарю за это интервью, успехов в работе и до встречи в эфире. Спасибо. Семидесятипроцентная окупаемость новой кинозала и кино по запросу. Для киновидеопроката Гомельской области, как, впрочем, и для большинства его коллег на постсоветском пространстве, сегодня не самые простые времена. Но при этом в будущее тут смотрят с уверенностью. Накануне Дня белорусского кино, который будет отмечаться 17 декабря, наши корреспонденты посетили кинотеатры региона. Эта история началась еще в 1910 году. Именно тогда в Гомеле по проекту архитектора Станислава Шабуневского был построен комплекс «Совой». В 1911 году в нем открылся первый в городе кинотеатр с символическим названием «Грёзы». Нынешним поклонникам кино он известен как «Малый кинозал кинотеатра имени Калинина». В эти дни здесь проходит капитальная реконструкция. Мы смотрели в архиве, там сохранились некоторые фотографии, они, конечно, не очень хорошего качества, но и у нас же архитектура сохранена была, хоть и повреждена, но и сохранена. Все эти элементы ампира, они были у нас в этих старых стенах. Директор коммунального предприятия «Кинотавр» Николай Старостенко говорит, что аналогов этому кинозалу в Беларуси не будет. Оригинальные украшения кинотеатра начала прошлого века действительно большая редкость. Без инноваций, конечно, тоже не обойдется. Размещены диваны, которые имеют и плед, и столики, имеют, в общем-то, возможность ощутить себя как в домашней уютной обстановке. Такого пока нигде нет. И я думаю, это будет очень интересно для наших зрителей. И в продолжение темы работы главного кинотеатра Гомерской области. 27 декабря здесь проведут благотворительную елку для детей из Брагинского и Хоникского районов с показом мультфильма «Сладким столом» и викторинами. Эта акция не направлена на привлечение зрителей, хотя проблема наполняемости залов все же существует. Связывают ее не с нежеланием людей ходить в кино, скорее, с редкостью действительно кассовых фильмов. Кинопрокатчики констатируют, и белорусских, и российских лент в прокате немного. Основной упор на продукцию Голливуда, однако, и эта фабрика грез столкнулась с проблемами. По оценкам, которые специализированные издания и специализированные организации проводят, это снижение примерно по концу года прогнозируется на уровне 8%. Российские фильмы демонстрируют очень большой рост, то есть порядка больше, чем 20% именно посещаемости и выручка от показа российских фильмов. Но за счет того, что все-таки удельный вес российских картин относительно небольшой в общей массе показываемых фильмов, то, конечно, в целом киноотрасль и киноиндустрия кинопоказа в этом году столкнулась с проблемами. Еще одна проблема отечественного кинопроката – пиратство. Причем не столько запись фильмов во время их первой трансляции. Наказание за такое деяние превышает среднюю зарплату белорусов в разы. В последнее время активизировались фирмы, предоставляющие кино по запросу. Вроде все официально – сделал клик и смотри. Но на самом деле здесь не все так однозначно. Как конкуренцию мы расцениваем возможность активного развития рынка услуг кино по запросу, так называемое. Когда человек вместо похода в кинотеатр имеет возможность подписаться на некий платный сервис и, соответственно, посмотреть относительно свежий фильм. Если в Гомеле самоокупаемость кинотеатров сегодня стопроцентная, то в райцентрах без субсидий не обходятся. Хотя варианты дополнительного заработка ищут. Реческий кинотеатр «Беларусь» – это более 200 мест в зрительном зале. Когда демонстрируются кассовые фильмы, иной раз приходится приносить дополнительные стулья. Пожалуй, единственная проблема, характерная практически для всех белорусских кинотеатров – отсутствие гардероба. При постройке их не считали необходимыми. Теперь для их размещения просто нет места. Впрочем, зрители на такое неудобство внимания, похоже, не обращают. В кинотеатре главное – развлечение. В Реческой Беларуси всего за несколько рублей можно погрузиться в виртуальный мир. Услуга оказалась настолько востребованной, что зал виртуальной реальности стали арендовать для проведения свадеб и дней рождения. Нестандартный подход – еще одна возможность улучшить экономические показатели. Пользуется популярностью и у детей, и у взрослых. Так как очень большой выбор роликов представлен, то каждый может себе найти здесь по душе. Дети предпочитают более гонки, симуляторы, американские горки. Ну, а более взрослые люди, им нравятся где-то какие-то ужасные моменты. Несмотря на некоторые не самые оптимистичные прогнозы, через сто лет после первых показов кинотеатры в Гомельской области не только продолжают жить, но и развиваются. Хотя при этом уже практически никто не отрицает. Необходимо срочно менять политику позиционирования. Это когда-то хватало обычных афиш. Сегодня реклама должна быть как минимум агрессивной. Основной акцент в рекламной деятельности смещается в интернет, в первую очередь на социальные сети. И, конечно, это требует тоже новых форм работы, в том числе ведения групп в социальных сетях, в том числе и, соответственно, ведения сайтов, наполнения этих групп, наполнения сайтов, такое больше интерактива. То есть, чтобы каждый человек, который посещает ту же страничку или ту же группу ВКонтакте, он чувствовал какую-то причастность к этим мероприятиям. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Габанько. Новости недели. В Минске проходит грандиозный фестиваль вокального искусства. Девятый рождественский международный оперный форум. Среди участников представители 34 стран мира. Минчанам и гостям столицы повезло увидеть лучшие постановки, услышать признанных звезд сцены и открыть новые имена. А тем временем в Гомеле определили финалистов регионального отбора на вокальные конкурсы Славянского базара. В начале 2019 года им еще придется побороться за путевку в фестивальный Витебск. Из 70 претендентов со всей страны отберут 10 детей и 10 взрослых исполнителей. А в марте имена белорусских участников международных конкурсов определит национальный отбор. Какими культурными событиями запомнилась жителям нашего региона прошедшая неделя? Узнаем от Евгении Кухаронок. Одно из крупных культурных направлений 20 века авангард зародилось во Франции. Само слово авангарде имеет мало общего с искусством, а тем более с изобразительным. Дословно его перевод звучит как передовой отряд. Однако такое определение, как нельзя точно, отражает настроение живописцев-экспериментаторов. Несмотря на то, что картины, созданные в стиле авангард, вызывают совершенно непредсказуемую реакцию зрителя, многие из них давно включены в сокровищницу величайших мировых произведений искусства. Среди мастеров передового отряда Шагал, Малевич, Кандинский и другие, сегодня у гамильчан есть уникальная возможность познакомиться с творчеством этих великих бунтарей 20 века воочию. Авангардную выставку открыли в картины галереи Гавриила Ващенко. На ней представлено более 50 авторских литографий из частных собраний российских коллекционеров. В экспозиции есть работы известных экспериментаторов, а также тех, с кем гамильской публике только предстоит познакомиться. Рене Магридт, Виктор Вазарелли, Жорж Брак, Пол Вундерлих и еще десятки знаковых имен авангардного искусства в одном выставочном пространстве. Наряду с эстетической составляющей выставка носит образовательный характер, экспозицию дополняют информационные стенды и видеоматериалы, позволяющие получить более полное представление о творчестве мастеров авангарда 20 века. В Гомельском областном драматическом театре готовят премьеру для юных зрителей. В основе новой постановки сюжет одной из самых популярных сказок братьев Гримм «Бременские музыканты». Режиссер адаптировал пьесу, написанную в 1969 году Василием Ливановым и Юрием Энтиным к современным реалиям. Костюмы, музыкальные аранжировки и даже юмор, понятный молодому поколению. Вместе с тем сохранились и мораль сказки, и сам сюжет. Для участия в постановке артистам пришлось заниматься с преподавателем по вокалу. Действо получилось насыщенным и кажется, что музыка не прерывается ни на минуту. Премьера музыкального спектакля «Приключения бременских музыкантов» состоится 20 декабря. Театральные куклы бывают верховые и низовые, плоские и объемные, перчаточные и планшетные. А еще во время спектакля они могут без единого слова рассказать зрителю сказку, повесть, роман, могут рассмешить или вызвать другие эмоции. Тайны закулисной жизни Гомельского кукольного театра приоткрыл его директор и худрук Дмитрий Горелик во время встречи со школьниками в областной библиотеке имени Ленина. Вместе с почетным гостем на сцену вышли артисты театра и их подопечные. Они показали детям отрывок из спектакля «Не все зайцы-кролики» по пьесе гомельского писателя и драматурга Василия Ткачева. Чем порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. В Мозере пройдут вечера оркестровой музыки. На 17 декабря запланирован концерт Оркестра Белорусских Народных Инструментов, а на 20 декабря Русских Народных. Проходить вечера будут в Мозерском музыкальном колледже «Вход свободный», начало концертов в 18.00. А далее киноафиша региона. Все об ожидаемых премьерах следующей недели. В прокате стартует 4 развлекательных фильма, которые могут заинтересовать массового зрителя. Первый – «Бамблби». Критики называют картину одной из лучших в серии «Трансформеры». Это история о знакомстве автобота, только что прилетевшего на Землю из космоса, и девочки из Гоя Чарли. Авторы решили сосредоточиться на рассказе о становлении «Бамблби», не распыляя зрительское внимание на десятых инопланетных роботов. Картина получилась трогательной в прокате с 20 декабря. Следующая премьера – мультфильм «Гринч». Это ремейк популярной детской сказки американского писателя доктора Сьюза. Кинематограф уже обращался к этому сюжету. Сегодня пришла очередь анимации. Мультфильм понравится и детям, и взрослым. Несмотря на классический сюжет, картина заразит зрителя праздничным новогодним настроением. Премьерный показ 22 декабря. Еще две киноновинки стартуют в прокате со следующей недели. Это заключительная часть франшизы «Елки». Они так и называются «Последние». Картина завершит сюжетные линии давно полюбившихся зрителям персонажей фильма. Вместе с тем на большой экран выходят герои популярного комедийного сериала «Полицейские срублевки». Их новогодний «Беспредел» можно будет посмотреть в кинотеатрах Гомельской области с 20 декабря. Так же, как и фильм «Елки. Последние». С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Евгения Макенко. Культ-обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова